Добрый день! Уважаемые слушатели! Тема сегодняшней лекции – туризм как сфера деятельности. На сегодняшний день туризм является одной из самых динамически развивающихся сфер деятельности. Это связано с потребностями людей в отдыхе, путешествиях, расширении деловых контактов за рубежом, участии в международных проектах, образовательных программах и т.д. Туризм как общественное явление помогает людям преодолеть границы государств и континентов, познакомиться с культурой и бытом дальних стран, выучить иностранный язык, обогатить жизненный опыт и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Желание людей самостоятельно исследовать нашу планету, увидеть своими глазами отдаленные уголки мира, является выражением врожденного исследовательского инстинкта человеческой сущности. Поэтому невозможно представить современную жизнь без туризма. Туризм как сфера профессиональной деятельности отвечает потребностям современных людей, предлагая огромное разнообразие туристических услуг. Туристический бизнес является одним из наиболее быстро развивающихся сфер деятельности во многих странах мира, а в некоторых странах мира основным видом деятельности населения. Основные моменты лекции. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос. Место и роль туризма в современном обществе. Второй вопрос. Определение термина туризм. Третий вопрос. Критерии, характеризующие туризм. Четвертый вопрос. Основные виды субъектов в сфере туризма. Место и роль туризма в современном обществе. Туризм – явление конца 20-го – начала 21-го века. Туризм – это современные и активно развивающиеся явления конца 20-го – начала 21-го века. В наши дни оно стало насущной необходимостью и неотъемлемой частью повседневной жизни сотен миллионов человек. Каждый день миллионы людей путешествуют в пределах своей страны или за рубежом по самым разным причинам. На отдых, по делам бизнеса, принять участие в конференции или пройти обучающий курс иностранного языка в стране носителей. И это лишь некоторые из множества самых разных причин. История развития термина «туризм». Туризм – древнее происхождение. Торнара – латинское слово – вращаться, идти по кругу. Торнос – греческое слово – круговое движение. Слово «туризм» имеет древнее происхождение. Среди ученых существует много различных мнений и точек зрения о его происхождении. Приведем несколько примеров. Большинство исследователей полагают, что слово имеет латинские и греческие корни. По их мнению, слово «туризм» происходит от латинского слова «торнара», что в переводе означает «вращаться, идти по кругу», и от греческого слова «торнос», что означает «круговое движение». История развития термина «туризм». Тур – французское слово, прогулка, поездка. Тур – турист. Английское слово «торн». Скандинавское слово «гран-тур». По мнению лингвистов, слово «туризм» происходит от французского слова «тур». Тур по-французски означает «прогулка», «поездка». Прибавление к слову «тур» суффикса «изм» определяет слово как процесс или действие. А прибавление суффикса «ист» определяет слово как лицо, осуществляющее этот процесс или действие. Некоторые исследователи считают, что еще в XII веке термин «торн» – прямой потомок латинского «торнары» – использовался для обозначения путешествий с намерением вернуться обратно. Позднее слово трансформировалось в современное английское «турн» – оборот, вращение, поворот. И вплоть до XVIII века англичане использовали это слово для обозначения путешествий, предпринимаемых для обучения и исследовательских целей. Существует еще одна версия происхождения слова «туризм». Она относится к скандинавскому эпосу. Согласно данной версии термин «гранд тур» берет свое начало в больших путешествиях бога Одина по всему миру. Скандинавская мифология послужила началом распространения идеи путешествий во всех культурах Европы. Определение понятия «туризм». Нет единого и четкого определения. Международные организации. Толкование туристской терминологии. Лига наций. Организация объединенных наций. ООН. Всемирная туристская организация. Туризм – это сложное и многоплановое понятие. К сожалению, в современной науке нет единого и четкого определения термина «туризм», что осложняет изучение туризма как учебной дисциплины. Толкование различных туристских терминов до сих пор вызывает споры в научных кругах. В работах квартального профессора исторических наук подчеркивается, что туристская терминология претерпевает существенные изменения в сообразно-стремительному темпу развития и формирования как общественных отношений, так и туризма, его отраслей и видов. Сознание современного человека, оно прежде всего ассоциируется с поездками в зарубежные страны, посещением музеев или принятием солнечных ванн. Для большинства людей туризм – это прежде всего возможность хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, получить удовольствие и новые впечатления, познакомиться с культурой и традициями разных народов. Долгое время понятия «туризм» и «турист» не имели однозначного определения и в каждой стране трактовались по-своему. Бурное развитие международного туризма в современном мире, создание крупных международных туристских организаций дали толчок к созданию точных и единых определений и терминов. Международные организации, такие как Лига наций, Организация объединенных наций, Всемирная туристская организация и многие другие, постоянно возвращаются к теме разработки новой туристской терминологии. Первое официальное определение – ООН, 1954 год. Конференция ООН по международному туризму и путешествиям. Рим, 1963 год. В 1954 году ООН дала первое официальное определение понятия «туризм». Туризм – это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределами постоянного места жительства. В 1963 году в Риме на конференции ООН по международному туризму и путешествиям было принято следующее определение. Международным туристом является любое лицо, находящееся в течение 24 часов и более в стране, не являющейся его постоянным местом жительства, с целью отдыха, лечения, участия в спортивных мероприятиях, заседаниях, конгрессах и т.д. неоплачиваемых в стране пребывания. Всемирная конференция по туризму. Мадрид, 1981 год. Статистическая комиссия ООН, 1993 год. В 1981 году в Мадриде на Всемирной конференции по туризму было дано такое определение. Туризм – это один из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта. В 1993 году статистическая комиссия ООН дала такое определение. Туризм – это деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями. Критерии, характеризующие туризм. Три базовых критерия – перемещение за пределы обычной среды. На основе определений, принятых международными организациями, можно выделить три базовых критерия, характеризующих туризм. Первый критерий – перемещение за пределы обычной среды. Например, поездка в другую страну или поездка в любую местность своей страны, которая находится за пределами обычной среды обитания. Обычная среда – это место постоянного проживания и трудовой деятельности человека. Обратите внимание, что люди, совершающие поездку на работу, в институт или в школу, не могут считаться туристами, потому что они перемещаются в пределах своей обычной среды. Критерии, характеризующие туризм. Продолжительность пребывания. Цель поездки. Второй критерий – это продолжительность пребывания. Место пребывания не может быть местом постоянного или длительного проживания. Минимальное время пребывания составляет не менее 24 часов. Максимальное время – 12 месяцев и более. Третий критерий – цель поездки. Целью поездки не может быть осуществление деятельности с оплатой труда из местного источника финансирования. Эти три критерия характеризуют понятие «туризм» и являются базовыми. Основные виды субъектов в сфере туризма. Туристы – группы субъектов. Туристы – отдельные индивиды, группы людей. Для того, чтобы наиболее подробно описать сферу деятельности туризма, обозначим три группы субъектов, которые в нём взаимодействуют. Во-первых, это сами туристы, то есть отдельные индивиды или группы людей, которые имеют самые разнообразные мотивы и цели путешествий. Для кого-то туризм – это один из видов активного отдыха, возможность увидеть новое и интересное, отвлечься от повседневных забот, набраться положительных эмоций. Пляжный отдых относится к одному из самых популярных в мире. Большинство современных туристов проводят свои отпуска на реках, озёрах и морском побережье. Другие туристы отправляются в деловые и профессиональные поездки, принимают участие в различных съездах, совещаниях, конференциях, семинарах. Многие также ездят в обучающие, спортивные, лечебно-оздоровительные туры, занимаются исследованиями. Основные виды субъектов в сфере туризма Поставщики услуг и сервиса К поставщикам услуг и сервиса относятся Туроператоры Турагентства Транспорт Экскурсионные бюро Бюро гидов Предприятия размещения и питания Страховые компании Сувенирные компании Для второй группы субъектов туризм является сферой их профессиональной деятельности. Она включает различные организации, которые предоставляют туристам услуги и сервис С целью извлечения экономической выгоды Прежде всего это деятельность туристических организаторов То есть туроператоров И посредников То есть турагентств Количество туристических компаний растет каждый год И жесткая конкуренция заставляет их искать свое место в мире туриндустрии Существуют фирмы, специализирующиеся на работе по отдельным странам или направлениям Есть фирмы, которые работают с большими группами туристов или индивидуально Большинство туроператоров реализуют свои туры или какую-то услугу Например, размещение в отеле Через турагентов Но есть и такие, которые делают это самостоятельно То есть без участия посредника турагента Некоторые туроператоры отправляют своих клиентов за границу по договору с принимающими операторами То есть зарубежными туристическими компаниями или отелями Они создают сложные маршрутные туры На основе услуг, предоставляемых местными туроператорами В разных местах посещения Другие предлагают туры, включающие программу обслуживания в месте приема туристов Используя прямые договора с поставщиками услуг То есть гостиницами, экскурсионными бюро и так далее В обслуживании туристов во время путешествий и отдыха Участвует большое количество разных компаний и организаций К ним относятся Транспортные компании и предприятия Экскурсионные бюро и бюро гидов Предприятия размещения Это отели, гостиницы, пансионы Курорты Больницы и санатории Государственные органы По регулированию развития туризма Предприятия питания Такие как столовые, рестораны, кафе Страховые компании Предприятия, производящие сувениры и многие другие Все эти организации напрямую взаимодействуют с первой группой субъектов Туристами И имеют финансовую сторону отношений С точки зрения второй группы субъектов Туризм – это динамично развивающаяся и конкурентоспособная индустрия Международного масштаба Изменяющаяся согласно потребностям и желаниям людей Главной целью которой является удовлетворение общественных потребностей И обеспечение безопасности Двойственность внутренней природы туризма С одной стороны, туризм – это особый вид путешествия С другой стороны, это деятельность по созданию условий для путешествий и отдыха На основе этих двух групп субъектов Мы можем отметить двойственность внутренней природы туризма С одной стороны, туризм – это особый вид путешествия А с другой стороны, это деятельность по созданию условий для путешествий и отдыха То есть туристического продукта И путешествия, и производство турпродукта являются деятельностью Только первое – это собственная деятельность, имеющая свою личную цель А второе – это профессиональная деятельность, целью которой является получение экономической прибыли Основные виды субъектов в сфере туризма Предприятия производства и предприятия услуг Другая группа субъектов Косвенное отношение к туризму Не взаимодействует напрямую Туризм – совокупность явлений и взаимоотношений Третья группа субъектов – это предприятия производства и предприятия услуг Они имеют не прямое, а косвенное отношение к туризму В сфере производства отметим предприятия, производящие, например, спорттовары Товары для отдыха, одежду для туризма, фототовары, литературу по туризму Это справочники, энциклопедии, словари К сфере обслуживания относятся медицинские услуги, услуги страховых компаний, спортивно-развлекательных центров и многие другие Все эти субъекты в той или иной степени участвуют в развитии современного туризма Они также видят в туризме возможность финансового дохода Но, как правило, не взаимодействуют с потребителями и поставщиками напрямую Таким образом, туризм – это совокупность явлений и взаимоотношений, которые возникают при взаимодействии туристов, то есть потребителей, и поставщиков услуг и сервиса А также других участников в процессе туристской деятельности Таким образом, мы ознакомились с понятием туризма как сферы деятельности Рассмотрели место и роль туризма в современном обществе Поговорили об истории туризма, а также дали определение понятию туризм Туризм – это достаточно сложное и многоплановое явление, которое имеет международный глобальный уровень Являясь связующим звеном между государствами и континентами Туризм объединяет людей со всего мира, представителей разных рас и культур в едином процессе постижения мира Можно отметить двойственность внутренней природы туризма С одной стороны, туризм – это частный случай путешествия А с другой стороны, это деятельность по производству туристического продукта и условий для путешествий и отдыха Слово «туризм» имеет древнее происхождение Его корни можно обнаружить в латинском и греческом языках Такими международными организациями, как Лига наций, Организация объединенных наций, Всемирная туристская организация были предприняты попытки дать единое, общепризнанное определение термина «туризм» Обобщая их, можно сформулировать такое определение Туризм – это перемещение людей за пределы обычной среды с длительностью пребывания не менее 24 часов и до 12 месяцев с различными целями, не связанными с осуществлением деятельности с оплатой труда Туристическая деятельность – это форма взаимодействия нескольких групп субъектов таких как туристы, поставщики туристических услуг и различные предприятия производства и услуг которые принимают косвенное участие в туристической деятельности Таким образом, туризм – это совокупность явлений и взаимоотношений которые возникают при взаимодействии туристов как потребителей и поставщиков услуг и сервиса а также других участников в процессе туристической деятельности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok